друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента также для того чтобы вы лучше разбирались в новостном фоне и имели больше возможности для принятия торговых решений сегодня состоится традиционный для понедельника вебинар правильный понедельник он пройдет в 16 00 по московскому времени соответственно если есть желание разобраться в том что сейчас остается наиболее актуальным в плане событий новостей макроэкономической статистики буду рад вас всех видеть друзья и конечно же тему этого вебинара определите вы потому что перед его началом мы проведем голосование телеграм-канале где предложим несколько тем на выбор и та которая наберет больше всего на ваших голосов станет центральной в ходе моего сегодняшнего выступления ну что ж а мы начинаем неделю очень даже неплохо мы видим как риск продолжает валиться евро переписывать многолетние минимумы за десятки лет это действительно так британская валюта в принципе то же самое и такая динамика свойственна для всех представителей рисковой как бы индустрии рынка форекс единственное что растет это то что ассоциируется с защитой для нас это конечно же в последнее время индекс доллара и мы также поставили на его неизбежное восстановление и обновление этим активом новых многолетних максимумов хорошее начало понедельника я надеюсь то что этот тренд мы с вами сохраним и дальше фундаментальный фон располагает только лишь тому чтобы эти тенденции были продолжены и мне очень хочется верить друзья то что вы все-таки прислушались моим рекомендациям потому что я говорил о неизбежности теста вот текущих уровней на которых мы находимся в данный момент времени еще много месяцев назад когда все только начиналось когда мы возможно одними из первых определили почему экономика ес столкнется с небывалыми по трудности временами и а честно говоря все самое к сожалению мрачное плохое негативное скорее всего еще впереди потому что основная проблема с которой столкнулся страны европейской экономики не только страны мира это высокая инфляция которая ранее была обусловлена значительным ростом цен на нефть но сейчас друзья мы с вами приближаемся к осенне-зимнему сезону и судя по тому как развиваются события на данный момент времени судя потому что бренд WTI всего лишь за несколько дней восстановились больше чем на 10 процентов и снова бренд вернулся в район 100 долларов за баррель а газ продолжает обновлять исторические максимумы уже прогнозируют что за одну тысячу кубических метров будут давать 45 тысяч почему бы и нет конечно же нужно делать всем единственно верные сейчас выводы о том что при такой ценовой конъюнтуре на энергоносители инфляция не может пойти на убыль соответственно инфляция будет расти предстоящие месяцы и я уже неоднократно подчеркивал что центральные банки с этой проблемой будут вынуждены бороться каким образом ужесточая монетарную политику и впереди всех будет идти фид резерв которые возможно действительно среди всех развитых стран первым доведет ставку до четырех процентов и потенциально выше и я рассчитываю на то что на этом фоне логика наверное правильный экономический анализ тенденции макроэкономические сделают свое дело и помогут индекс американской валюты восстановиться до значений существенно выше 110 пунктов сейчас индекс доллара котируется на отметке 109 30 и на доллар как и раньше влияет то как рынок готов закладываться под предстоящее заседание американского регулятора и возможность возможность повышения ставки на 75 байсных пунктов причем мы с вами обсуждаем вероятности повышения ставки на 50-75 байсных пунктов последней недели видим то что сейчас фокус внимания трейдеров снова смещается на то что ставку повысит как раз на 75 байсных пунктов уже на третьем заседании подряд данные которые выходят влияет на эту вероятность прошлой неделе несколько слабых отчетов например индексы pmi в сфере услуг хорошо можно даже промышленный сектор сюда записать и стали причиной снижения в начале недели индекс доллара многие поверили что это разворот и я призывал друзья к тому чтобы вы не попадали в эту ловушку продавцов и избыточных ожиданий того что доллар не будет дальше расти доллар собственно просел еще под конец недели когда вышли данные по заказам товара длительного пользования но каждый раз каждое это снижение выкупалось потому что выходил плохой отчет и тут же он не реализовывался комментариями представители американского регулятора в частности на прошлой неделе комментарии главы фрб сент-люиса миниаполиса атланты чикаго о том что американский регулятор как был на траектории повышения процентной ставки так и остается потому что все они абсолютно уверены что инфляция в мире и в сша а продолжит расти индекс доллара быстро выкупали доходность реже риса росла 10 лет сейчас она находится на отметке 3 12 процента это доказывает то что трейдеры инвесторы участники рынка стали активнее допускать что ставка американского регулятора концу года реально достигнет на 4 процентов но под конец недели был их и позитивный новостной фон который позволил индексу доллара на максимумах закрыть неделю на сегодня вот оказаться еще выше во первых это данные по ввп это второе я квартал окончательная оценка и финальная цифра минус 0,6 процента предыдущая оценка была минус 0 9 почему на отрицательных значениях доллар укрепил свои позиции все просто друзья мы видим то что финальные цифры оказались заметно существенно лучше чем оценки прошлых периодов и минус 0,6 процента которые в итоге были мы увидели позволяет предположить что все таки третьем квартале американская экономика сможет снова выбраться на положительную территорию в плане роста и избавиться от вот этого гнетущего статуса того что экономика находится в технической рецессии я думаю что именно так в принципе оно и будет мичиганский индекс хорошее значение в принципе мы настраивались на то что этот релиз будет неплохим самое главное событие это выступление паула на симпозиуме в джексон холли ждали всю неделю его и собственно паула не как бы оправдал скажем так ожидания тех кто рассчитывал на то что паула поддержит курса доллара и поспособствует тому что возвращение к жесткой риторике убедить инвесторов которые ранее не ставили на рост американской валюты все-таки задуматься об этом одна главная формулировка паула то что экономика нуждается в жестком монетарной политике этим все сказано я предлагаю прямо на этом и остановиться плане наценки того что он озвучил потому что из этого нужно уже делать вывод о том что американский регулятор действительно будет и дальше активно повышать процентную ставку и как бы вишенка на торте друзья это инструмент фэдвотч который оценивает вероятность повышения ставки так вот до выступления паула вероятность того что ставку поднимут на 75 байсиных пунктов в сентябре составляла 68 68 и 2 процента если быть точным сейчас это уже в районе 75 процентов на этой неделе в пятницу на фарм пэрлс если они не разочаруют тогда у американского регулятора будет больше возможности больше пространства для маневра которая предполагает как раз дальнейшее ужесточение монетарной политики и я рассчитываю друзья на то что в самые ближайшие дни ни недели не месяца одни возможно на этой неделе мы получим то что хотели увидеть давно индекс доллара который будет стоить выше 110 пунктов европейская валюта 0 9924 ждем прежнюю цель 0 97 распродажи евро продолжаются потому что растет курс американского доллара потому что ухудшается макроэкономической конъюнтуры слабые данные по активности в странах и с еврозоне в целом на прошлой неделе доказали что третий квартал экономика есть не просто забуксовала она по итогам третьего квартала точно покажет серьезный спад и в четвертом квартале мы увидим уже подтвержденную рецессию все готовятся к тому что будет приостановлена работа северного потока это произойдет уже на этой неделе предварительные сроки как я уже говорил не будем ничего выдумывать конечно же три дня но мы с вами копнули глубже поработали с рыночными ожиданиями и с непростыми отношениями в принципе между если россии в плане санкционной политики допустили что предварительно озвученный срок это как бы такой занавес который за которым будут скрываться а перспективы более длительного на простое и европа потенциально останется без газа на предстоящий оттенний зимний сезон это значит друзья то что инфляция превысит 10 10 процентов кажется выше то есть вступит на двузначную территорию это значит то что экономика и с окажется в той самой прогнозируемой рецессии и это значит то что евро не скоро вернется в район паритета и выше ждем 0.97 как я уже отметил друзья европейский центральный банк пока не готов вмешиваться комментариями об потенциально более высоких темпах повышения процентной ставки видимо потому что все вроде бы как под контролем уцб но хочется в это верить ну и даже не важно самое главное для нас это сделать ту цель которую мы с вами обозначили ранее британская валюта 1 1663 цели 1 15 но если нужны прям совсем амбициозные цели то сити прогнозирует что на фоне предстоящего роста инфляции в первом квартале 23 года до 18 процентов пара фунт доллар тоже может коснуться паритетного значения но выводы делайте сами мне кажется что паритет по фунту это слишком но еще 160 150 пунктов в ближайшие дни мы с вами можем выжить американский фондовый рынок как и ожидалось на фоне жесткой риторики американского регулятора ожидание повышения процентной ставки это как больно это и негативно сказывается на акциях технологического сектора ввали csnp 4023 цель 4000 она ранее была поставлена фактически уже сделано ждем фонду еще ниже биткоин тоже ниже 20 тысяч следом за американским фондовым рынком обвал продолжается золото которое не оправдало наших надежда на самом деле на риторики паула в пятницу пришлось уже фиксироваться я думаю что впоследствии будет возможность зайти по более низким ценовым уровням только после того как мы четко поймем что индекс американского доллара коснулся каких-то своих локальных максимумов и может на перспективу последовать какая-то коррекционная динамика сейчас я таких возможностей не вижу предпочитаю работать с однозначными простыми и предсказуемыми трендами по золоту это точно не восходящий тренд сейчас и рынок уже черного золота нефти 100 долларов за баррель по бренду я по-прежнему думаю что лучше подождать заседание пек который состоится на следующей неделе 5 сентября и только по его итогам по факту того что решат участники ближневосточного картель участники аналитического факта уже принимать решение покупателей нет но с большой долей вероятности я допускаю что сделка будет в бай но может уже по более высоким ценовым уровнем сейчас до заседания пека лезть в рынке я не рекомендую друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока